Код неисправности OBD2 Техническое описание – высокое напряжение в цепи датчика качества моторного масла Что это означает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили General Motors, VW, Ford, BMW, Mercedes и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P252D и связанные коды P252E, P252B, P252S и P252E связаны со схемой датчика качества моторного масла Цепь датчика качества масла предназначена для отправки в модуль управления двигателем ESM-сигнала, представляющего общее состояние моторного масла Эта схема контролирует качество, температуру и уровень моторного масла Датчик качества моторного масла является одним из основных компонентов в этой цепи и установлен на масляном поддоне двигателя Точное расположение и принцип работы датчика зависят от транспортного средства, но назначение этой схемы одинаково, конфигурации будут различаться в зависимости от приборов, встроенных для контроля моторного масла и отображения статуса на приборной панели Чтобы предупредить водителя, некоторые автомобили могут быть оборудованы датчиками или индикаторами температуры, уровня масла и, или давления масла Когда контроллер ESUD обнаруживает, что напряжение или сопротивление в цепи датчика качества масла превышает нормальный ожидаемый диапазон значений Устанавливается код P252D, и могут загореться индикатор проверки двигателя, индикатор обслуживания двигателя или оба индикатора В некоторых ситуациях контроллер ESUD может выключить двигатель и предотвратить его повторный запуск, пока проблема не будет устранена и код не будет очищен Датчик качества масла, каков серьезность этого кода неисправности? Код серьезен и требует немедленного внимания, поскольку недостаточная смазка или давление масла могут очень быстро вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов двигателя Каковы некоторые симптомы кода? Симптомы кода неисправности P252D могут включать Двигатель не может проворачиваться Показания манометра низкого давления масла Скоро загорится индикатор технического обслуживания Проверьте, горит ли индикатор двигателя Проверьте сообщение о масле на панели приборов Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины этого кода P252D могут включать Неисправный датчик качества моторного масла, низкий уровень моторного масла, низкое качество масла, неисправная или поврежденная проводка, коррозия, повреждение или ослабление разъема, неисправный ESM Каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P252D? Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания, TSB, для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установке В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление Второй шаг – проверить состояние моторного масла и убедиться, что он обслуживается до надлежащего уровня Затем найдите все компоненты, связанные с цепью датчика качества моторного масла, и найдите очевидные физические повреждения В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая датчик качества масла, переключатели, индикаторы неисправности, датчик давления масла и ESM Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов Этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая ESM Проконсультируйтесь с конкретными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи датчика качества масла и подтвердить каждый компонент, включенный в цепь, который может включать предохранители или плавкую перемычку Расширенные действия Расширенные действия становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справки для автомобиля Напряжение проверка опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать диаграммы поиска и устранения неисправностей и соответствующую последовательность действий, которые помогут вам поставить точный диагноз Если в этом процессе выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Проверки на целостность цепи всегда следует проводить при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая является разомкнутой, закороченной или корродированной, и ее необходимо отремонтировать или заменить Каковы стандартные способы устранения этого кода? Замена датчика качества моторного масла Очистка разъемов от коррозии Ремонт или замена неисправной проводки Замена масла и фильтра Ремонт или замена неисправных заземляющих лент Мегании или замена распространенной ошибки Контроллера ЭСУД Замена датчика качества моторного масла при неисправной проводке вызывает установку этого кода И к мнадиюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для устранения проблемы с кодом неисправности цепи датчика качества масла эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.